МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоро у нас приближается Международный день театра. Какой спектакль вы готовите? К Международному дню театра мы хотим подготовить спектакль «Белая акация» на музыку Дунаевского. Это последний спектакль композитора. Он его не закончил, к сожалению. Но, тем не менее, он состоялся. И в 1957 году состоялась премьера фильма спектакля Одесской киностудии. А до этого, в 1956 году, то есть, по сути дела, это юбилейный год для спектакля, состоялась премьера спектакля. Замечательная музыка композитора, прекрасные актеры. И сейчас мы с нашими актерами-студентами смотрим, просматриваем различные постановки различных театров. Это прежде всего нашего любимого Новосибирского театра «Оперетос», с которым мы сотрудничаем. Именно отдел развития под руководством Татьяны Федоровны помогает нам со сценариями. Мы получаем от них сценарии. И это очень вообще интересно сотрудничать. Мы в группе состоим этого театра, знаем об их премьерах. И вот там очень интересная была постановка именно вот этой «Оперето». Потому что мы просматривали и постановки других театров, и они нам меньше нравятся. А вот это с такой любовью и с таким уважением к материалу поставлено пьеса, что мы тоже заразились, и нам хочется вдохнуть этого свежего ветра, морского, почувствовать настроение страны послевоенное, созидательное, когда люди умели любить, дружить, когда они строили, отстраивали заново свою страну, и когда мы были едины. И Россия, и Украина, и многие другие страны. А сколько ребят задействованы в спектакле? Ну, у нас около 20 человек. Около 20? Каждый раз, да. У вас это вот основная труппа ваша, да, ребят? Или каждый раз в новом спектакле участвуют новые люди? Как вы вообще, чем их завлекаете? Ну, у нас постоянно меняется состав. Хотя в последние вот несколько спектаклей основные актеры, ну, вот, любимые нами, зрителям и режиссером актеры, потому что с ними приятно работать, это наш дружный коллектив. Ну, а так, конечно, выпуск и, значит, новая смена. Сейчас у нас второкурсники, которые в прошлом году замечательно показали себя в двух спектаклях. И в этом году мы к Дню техникума, в этом учебном году, я имею в виду, в ноябре мы ставили замечательный спектакль Бейдера. Прекрасная музыка, прекрасный материал. И хорошее. Жаль, что только два спектакля было. Один мы показывали для студентов, и второй вечером для всех желающих. Надо сказать, что зал был полон, конечно, и очень многие были удивлены и качеством подготовки, и тем, как ребята очень, ну, хорошо они, конечно, относятся к делу, и получается, они очень талантливы. Та Львовна, я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели отрывок из этого спектакля. Давайте еще раз удивимся мастерству актерскому, да? Давайте посмотрим. Друзья, меня потом так благодарили, плакали, когда я уезжал, вот так и слезами. Ну, расскажите, как охотились на змеи? Значит, значит так. Иду я под шубу. И вижу, навстречу медицинская, полная, изящная, совсем еще молодая, в очках. И причем эти очки так идут, я тут же побежал в магазин и купил точно такие же. Вы смотрите, змея в очках? А что? Очковая змея? А что, давайте богом? Маталья Львовна, а сколько занимает подготовка к каждому спектаклю? Знаете, вот в настоящих театрах это может быть и один, и два, и три года. Ой, даже вот сказать вот так, два месяца, бывает полтора, это очень мало. И это очень большая работа. Но мы самодеятельный, конечно, театр. Несмотря на то, что мы берем в основном, ну, полностью, без особых там купюр, ну, конечно, мы не можем там все, вот весь музыкальный вот этот материал включить. Этого мы не можем, конечно. У нас нет таких способностей, скажем так. Но мы стараемся адаптировать вот этот материал к тому, что мы имеем, к нашим возможностям, чтобы это было не стыдно. И я хочу сказать, по вот эмоциональному ощущению, вот по тому, что человек получает эмоционально от посещения такого спектакля, мне как-то вот говорили люди, что, ну, такое же впечатление, как ты побывал на хорошем спектакле музыку. Значит, если есть возможности, и ребята умеют хорошо, значит, имеют хороший вокал, то мы это используем. У нас были такие актеры. Сейчас у нас очень хорошая группа танцующих ребят. И, ну, мы, значит, делаем вот так, как вот музыкальные фильмы. Если вы помните, при социализме такие музыкальные фильмы, когда играют одни, а поют другие. Иногда мы так сейчас вот практикуем. Иногда так. Но, тем не менее, для зрителя важно получить вот, ну, познакомиться с творчеством того или иного композитора, посмотреть оперету как жанр. Ну, и если говорить о том, что театральное искусство это вообще элитарное искусство, то мы приобщаем нашего зрителя вот не просто к театру, а вот последнее время мы все время опереты ставим. Нам очень нравится это. А зрителям особенно? Зрителям очень нравится. Нравится. Потому что наши студенты, ну, в общем-то, уже теперь ценители, да, и они свое мнение высказывают. Ну, им нравится вот эта легкость, которая присуща оперете. Там всегда сюжет такой динамичный. Там не одна, там две-три линии. И есть у нас замечательные ребята, которые могут себя проявить вот так интересно. Дальвовна, скажите, пожалуйста, вот в чем секрет народного театра «Увыбка»? Вот столько лет он существует, да, уровень не упал, да, качество постановок, оно только растет. Молодежь другая. Вот сейчас существует мнение, что молодежь у нас все равно стала больше вот зависеть от телевидения, от интернета, да, и не идут на спектакли. У вас всегда полные залы, полные залы. Как вы их заинтересовываете? Понимаете, и даже культура, я заметила, да, растет даже вот просмотры. Как они смотрят? Они смотрят с интересом. Я не знаю, ну вот я тоже думала об этом. Я думаю все-таки, что талантливая молодежь всегда была и есть. И то, что делает каждое из поколений вот этого коллектива студенческого, каждая труппа, она таким образом вот этот уровень-то и задает вот эту планку для последующих. Мы даже говорим об этом, что мы чувствуем ответственность уже перед теми, кто был прежде, и, соответственно, стараемся добросовестно и серьезно подойти к этому делу. Вот, как мы называем, таких косяков явных у нас почти не бывает, потому что мы стараемся, ну, прежде всего, текст, да, ну и потом, ну вот в меру того, как мы можем, мы стараемся хорошо подготовить. Отсюда качество ведь растет и всех других мероприятий, которые проводятся в техникуме. Значит, вот эта свобода, значит, чувствовать себя на сцене, владеть вот голосом, там, своим телом и так далее, она помогает и в других делах, да, человеку. Вот приходил тут один выпускник и говорит, вот я, к сожалению, так и не был еще в театре, но ведь сам же я играл, и, кстати, играл хорошо, он в милиции сейчас работает. Замечательный он человек стал, вот, и я думаю, дело не в том, кем ты там будешь, а главное, чтобы у тебя в душе осталось вот это творческое начало, появился бы интерес к театральному творчеству, к тому, чтобы, ну, что-то еще интересное в твоей жизни было, вот в виде, скажем, вот этого самого театра. Вообще, я думаю, что дело не во времени, а время у каждого свое, у каждого поколения, и дело в том, как они... Я очень люблю вот наших ребят, молодежь вот нашего, первый, второй курс. Я вот говорю, когда мы ездили на гастроли, я с удивлением вот узнала, например, что ребята интересуются поэзией, мальчики. Всю дорогу из виски читали стихи, причем Есенина, и я вообще потрясена была. Очень патриотически настроенные у нас есть ребята. Так что молодежь, она всегда опора вообще наша и надежда. Львовна, спасибо вам большое за очень интересное интервью, вам талантливых артистов и благодарной публике. Спасибо. Это была программа «Сион» «Зов сердца». У нас в гостях была руководитель Народного театра «Улыбка» Наталья Могольницкая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова